Эй, Пиано, ты видишь это? После нас снова строится какая-то вышка. Неужели это они? Они снова вернулись? Мы же их зарейдили уже пять раз. Успокойся, Ли. Я не вижу никакой вышки, тебе уже кажется. Иди лучше, глотни чай, успокой свои нервы. Пиано, ты тоже это слышишь? Что слышу? Вот это? Кажется, в нас что-то летит. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Вас ждет интересная история под названием Деревня против китайцев. А на миллион подписчиков я сделаю топовый розыгрыш на игровой компьютер, который будет тянуть эту игру. Поэтому не забывай подписываться, ведь тем самым ты ускоришь процесс. И знаете, чем я обычно занимаюсь после монтажа? Я играю в Warface. Это надежный, проверенный временем бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков, и он продолжает радовать пользователей своей стабильной работой, постоянным развитием и добавлением нового контента. Игра доступна в игровом центре StoreMyGames без всяких ограничений. Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут играть в 10 режимах и участвовать в соревновательных рейтинговых матчах. А также в игре значительно переработали античит, и встретить несчастных игроков стало практически невозможно. Сейчас в игре стартовал новый сезон, Лига лучших, в рамках которого добавили обновленную систему рейтинговых матчей. Кроме того, разработчики обновили знаменитые карты режима подрыв. Мосты, объект D17, пирамида, пункт назначения. Играть на них стало еще приятнее. Опробуй новинки и врывайся в новый соревновательный сезон в надежном шутере Warface по ссылке в описании. И забирай свои подарки. Как только я появился на сервере, я услышал, что какого-то бомжика прессует и не дают ему выйти из дома. И я решил ему самую малость помочь. Ну, что ты теперь сделаешь? Ну, что, что? Заберут свои камни нахуй. Зачем это было делать? Нифига себе вы, конечно, убийцы. И какой в этом смысл был? Да я типа... Тут все равно тут застроенным камнем придется выдалбливать. Минимум камнем и все. Ну, ты, конечно, Ну, ты, конечно, Сеня и выдал. Можно я с тобой тут жить? Ого, отлично. Ну, я вот, смотри, я тут застроился. На океанке я смогу выдалбить. Давайте я прикрою. Ты можешь пристроить еще одну дверь. Да, мне прикрыть тебя не надо. Мне прикрыть тебя не надо. Не-не, еще одну дверь поставишь, чтобы перемолв на стенку. После того, как я ему помог, я отправился к этому огромному клану. Вы просто посмотрите, сколько магазинов они поставили. О, так это те самые кланы, которые рейдили нас, когда я играл с китайцами. Ха-ха! Ха-ха! Нифига себе! И в этот момент я понял, что на сервере будет действительно весело. Ха-ха-ха! 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 What are you f***ing doing? И в речке я пособирал вкусные нежные тыковки, которая пополнила мне хп. Меня интересует место на АА-14. Там между двух кланов? Я думаю, там будет просто лютая жесть. И вот, добежав до этого места, я увидел то, что оно уже было занято каким-то небольшим кланом. Но в любом случае, мне нужно было как минимум забежать на гастейшн и переработать свои ненужные предметы, чтобы скрафтить чирки. Но тут на меня внезапно напали. Я попытался договориться с этим пареньком, но разговаривать со мной он не планировал. Поэтому мне пришлось сделать так. Ты меня убить хотел? Я тебя убью! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну и теперь я смог переработать не только свои ресурсы, но и ресурсы этого фармилки. А после весь скрабчик я прикопал в смолстэшик. Ведь я бегал между двух огромных кланов. Так, бинокль мне понадобится еще. Вот это я сейвану. Бегая возле большого карьера, я услышал то, что он работает. И я нашел способ туда попасть. Терять мне было абсолютно нечего. Поэтому я решил попробовать что-нибудь украсть. 19 хп это, конечно, серьезно. Там какой-то руфер сидит. Там чего в топ-сете. Есть ли у меня шансы вообще пробежать к ним туда вниз? По ощущениям, когда ночь настанет, я могу попробовать туда побежать. Он в топ-сете с холошом там стоит. Просто АФК стоит. Они, наверное, настолько преисполнили, что особо и не боятся, что к ним кто-то попадет туда. И вот еще один бегает. Дождавшись кромешной тьмы, я побежал к одному из источников фармы. А потом я и вовсе понял, что я зря перелазил через забор. Ведь сюда можно было попасть просто по дороге. Ведь турели тут не стояли. Я спрятал ресурсики, которые украл, вернулся туда, но они уже меня спалили. После я дождался, когда же они отсюда уйдут, и решил полутать что-нибудь после них. И заметил, что в воздухе падает аирдроп. И уже дроп, который падает. И, возможно, его просто вызвали и забыли. Терять мне по-прежнему было нечего, поэтому я решил рискнуть. Оружие я раззабыл, но у меня по-прежнему не было дома, поэтому мне пришлось нафармить очень много ресурсов, чтобы построить хотя бы какую-нибудь кибитку. И места для дома мне искать долго не пришлось. Я нашел какую-то сгнившую территорию и построился прямо в ней. Чуть позже на этой же территории я увидел сгнившую кибитку. Там стояла турелька, которую можно было легко ёнкнуть, но для этого мне нужно было разбить шкаф. А у меня были гранатки, которые можно было переработать и скрафтить патроны. Побежав в сторону переработчика, я увидел, как китайские клан-геймеры выселяют каких-то моих соседей. Раз, два, три, четыре. Их там восемь или девять человек. Какого фига? Какое-то время у меня была даже идейка попытаться им помочь. Но когда я увидел, сколько же там рейдеров, я понял, что с одной берданкой я точно ничего сделать не смогу. Но чувствую, если тут бегают такой ордой, то мою хату придут так же рейдить. Гранатки я все-таки переработал. А после я и вовсе решил попытаться перехватить корову, но, к сожалению, полетела она не в мою сторону. Я боялся то, что фундаменты эти скоро сгниют и турель пропадет, поэтому разбил шкаф и забрал турельку. Плюс турель. Самая изичная, халявная турель на планете. А после того, как взрывы закончились, я решил сбегать и посмотреть, как там обстоят дела. И оказалось, что здесь была деревня каких-то русских челиков. И в этот момент я даже решил с ними немного поговорить. И тут я понял, что с ними воевать смысла нет. Наоборот, нужно было с ними объединиться, чтобы воевать с огромными китайскими кланами. Ну а держи камень, может понадобится. И дерево чуть-чуть. Им действительно была нужна небольшая помощь, чтобы восстановить их домик. Каждый помогал тем, чем мог. Я бегал на лошадке по имени Платва, напевал различные песенки и наконец-то добежал до Гастейшена, где увидел топсетчика. Не понял. Опа-ча. О, туда мне надо. Пока его отвлекал какой-то челик, я забрался на крышу и начал выжидать момента, когда же я смогу его впоймать. Йоньк. Выбегая на улицу, я увидел то, что везде открылись турели, и убегать мне было просто некуда. Единственный способ был это пробежать через базу, которая стояла рядом. Но, как оказалось, этот домик был клана Тритрисей. Они его отстроили здесь, чтобы перерабатывать ресурсы. Я понимал, что я, скорее всего, могу умереть от турели, но все равно этот калаш меня очень сильно манил. И когда я понял, что турель по мне не стреляет, я решил украсть топсет. Петляем. Чем быстрее, тем лучше. Вот это мне нравится. Переработал компоненты, сынок. Ай, блин. Плюс самых простых два калаша за всю историю просто. К счастью, все это мне удалось засейвить. Но тут появилась еще одна большая проблема. Мне просто некуда было все это скидывать. Чок, а не думал, какие у нас с тобой плены? Пойти еще 3-3-7 убить? Как думаешь? Слушай, ну ему 100% нужен был скраб или МВК. Он по-любому будет опять перерабатывать. Блин, не повезло тебе. Уже в этот момент я прекрасно понимал, что они придут на этот выстрел. Поэтому я решил создать небольшую ловушку. Закинул ресурсы в переработчик, спрятался и начал ждать, когда кто-нибудь придет. Он явно не знает, что я здесь. Хеллоу! Че, вы думали, самые умные? Я их убивал снова и снова. И в этот момент я даже не догадывался, что я разворошил осиное гнездо. Как вы помните, убежать отсюда было довольно сложно. Поэтому решил поиграть с ними в прятки. Я спрятался. Меня здесь нет. И когда они поднялись ко мне на крышу и челик включил фонарик, я думал, что все, меня рассекретят. И вы не представляете, как мне было страшно. Они меня не видят. Я инвизибл. Я тупо ниндзя инвизибл. Меня не найти. Я вылезу в самый неподходящий для вас момент, ребят. И просто убегу, как настоящий мужик. О, их уже четверо. Нет, их пятеро. Их шестеро. Это очень страшно. И чтоб вы понимали, насколько сильно они хотели меня найти, один из них даже сел на коптере искать, куда же я побежал. Бедолаги найти меня не могут. А меня уже здесь нет. Я испарился. Понимаете? А потом они и вовсе начали о чем-то разговаривать. Но так как я играл с китайцами целый байб, я мог понимать, что они говорят. Хойно. Хойджи. Эй, Майя, я твой отец. Ты слишком поздно. Они, конечно, отпускать меня не хотели, но кто их будет спрашивать? Я просто взял и убежал. Они там, небось, типа, эй, Джеки, Джеки, он все забрал, он здесь сидел. Как ты его не заметил? Я тебя кикну из клана. Не успел я добежать до дома, я увидел, как работает большой карьер. А это означало, что можно провернуть коварный план. Вот это мне нравится. Скину все ресурсики, которые я честно украл. Взяв с собой только двушку, я побежал обворовывать карьер. А как я его не убил? Сидел я, значит, под воротами китайцев и послушивал какой-то интересный диалог. Они говорят, что нужно что-то отнести домой, очевидно. Но выходить со своей территории они так и не собирались. И тогда я побежал домой и услышал взрывы. А рейдили тот самый домик, на месте которого я хотел построиться. Я попытался проникнуть туда максимально незаметно. Но они все равно меня рассекретили. И тогда я вернулся туда с берданкой. В этом домике осталось много различного лута. Но забирать его я не планировал. Потому что тут остался хозяин дома, который был очень сильно расстроен. И я решил с ним немного поговорить. Оказывается, его друзья из-за этого полностью любнули с этого сервера. И он тоже уже планировал выйти. Но я решил попытаться уговорить его остаться. И помочь ему восстановить его домик. О, шкафчик. О, пэшка. I can boost you if you want. I know where is TC, my friend. Отлично. И он, увидев мои добрые намерения и то, что я хочу ему помочь. Решил даже дать мне свой пароль. 4, 5, 4, 5. Окей. О, это хорошо, да. Я могу репейрить эту базу. И мы можем убить этого человека. Так много раз. Что ты думаешь? Поехали, спасибо, спасибо. Я уйду с этого сервера. Он уже действительно планировал выйти с этого сервера, но мне удалось его уговорить остаться и хотя бы немного отомстить клану Сусу. Но для начала я все-таки восстановил его домик. Пока что все, что я могу им помочь сейчас сделать. И мы будем вместе убивать китайцев. Офигеть. 15 тысяч металла он хавает. Потом я сбегал домой, взял с собой топ-сет и коллаж, и мы уже на тачке поехали в сторону клана Сусу. Да, у моего турецкого друга, оказывается, был гараж. Большое работа, мой друг. Мы нужны хорошие машины. Давайте идем на базу. Нам нужен был второй верстак, поэтому мы отправились к моему домику, где я взял скраб. Смотри на это, это моя база, мой друг Окей, мы можем тук, скраб, хай-квалити и крафт воркбенч левел 2, что ты думаешь? А по пути мы с ним даже немного подфармили металлы И наконец-то у нас появился второй верстак, а после мы побежали снова доставать китайцев Ну и конечно же мы с ним фармили всех, кто стрелял с пушек, ведь оружия нам нужно было много Келем В команде мы с ним отыгрывали довольно неплохо, он меня прикрывал, а я фармил метальщик Ну и конечно же мы полностью восстановили их территорию и залатали дырки А еще китайцы оставили нам подарок Так как у нас было очень много больших печек, наплавить металла нам не составило труда А в свободное время мы с ним катались и искали каких-то фермеров Офигенно зажал Потихоньку-помаленьку наш домик восстанавливался и преображался И у моего турецкого друга даже появилось настроение Опа, опа, гейми, хазмак, хазмак, гейми Оу, найс А потом у нас с ним и вовсе появилась идея попробовать отгадать пароль от клана Сусу Ведь у них стояло очень много магазинов и мы думали, что пароль у них везде одинаковый Он видел то, что мы купили у него ресурсы Но он все равно нас убил Поэтому мне пришлось его догнать и наказать ООО А вот и ткань Ха-ха-ха А вот и ткань Пароль мы пытались угадать на протяжении часа Некоторые даже уже сдались Но я продолжал свои попытки. И в какой-то момент наш план провалился, потому что нас палил один из клановых игроков. Когда я заспавнился дома, я увидел то, что какие-то жулики пытаются у меня обокрасть. А турелей на моей территории не было. Ааа, меня сейчас убьют. Стоп, дурку, стоп, стоп. Эй, мэй, 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 стоп, стоп. Ты унилок Сусу, а я унилок тоже. После чего оказалось, что у нас с этими грабителями был один общий враг, клан Сусу. Поэтому я не стал их трогать, и мы решили с ними поговорить. Мы пытались вздумать Сусу. И что, получилось? А что за ник? Дэвидс. Тут ничего нет в этом доме. Ну и как говорится, враг моего врага мой друг. Поэтому мы с ними решили не воевать. Я вижу приятные новости. Меня вроде никто не зарейдил. Когда я зашел на сервер, я увидел то, что меня никто не зарейдил. И это был очень хороший знак. А еще я практически сразу встретил какую-то фармилу. А позже я заметил то, что напротив меня построился какой-то непонятный домик. Кто это живет здесь? Не кампь меня. Я не кампь тебя, мой друг. Почему ты кампишь меня? Хорошо. Ты живешь близко? Да, я ваша близко. Ты близко? Я живу в вашем компонте. Вы видите мою базу? Она не большая. Хорошо, ты живешь в компонте. Хорошо, с дверью. Да, это моя база. Давайте я выйду. Хорошо, сделай. Дай мне приглашение. Ты соли? Да, я соли. Я притер. О, это хорошо. Мы с ним немного поговорили, и я понял, что он вполне адекватный парень. И мешать ему выживать я точно не собирался. А еще в этот же момент я решил залезть на мышку китайцев, и там мне нужно было, чтобы кто-то меня протолкнул. Тут турель. Ящики у них были полностью пустые. И тогда в моей голове появилась идея. Выйти с сервера, поставить их ник и зайти снова. Ух ты. Они зашли в дом. Судило. 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 О, я помню. Да, да, да. Было бы классно понимать китайский. Он забрал пэшку и не убил меня. Да, да, да. Судило. 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 Хахахахахахахахах. Не понял, а почему тут Сусу? На самом деле, я думал, что это вышка 337, и когда я понял, что это Сусу, мне пришлось снова менять ник. И простоял я так, наверное, 15 минут. Я ждал, когда же мне откроют дверь к шкафу. Но тут появился он. Иже. Я не знаю, что у него было в голове, но он просто взял и убил меня. И тогда я залез к ним еще раз в надежде, что меня кто-нибудь все-таки впустит в дом. Но, к сожалению, Сусу больше не появлялись на этой вышке. Прошло инфа то, что они собирались кого-то идти рейдить. И угадайте, кого? Правильно. Деревню моих русских челиков. И мне срочно им нужно было помогать. У тебя глушак есть, брат? У вас энергии. У меня не пейте. У вас вот НПЗ, у клопечка стоит. О, хорош. Пока что остановим крафтимся себе. Я вот думаю, на какое дерево сесть. Я сел на пальму и начал ждать, когда же они придут. И тут началась действительно какая-то жесть. Вначале они прилетели на коптере и заняли крышу. Я пытался их сбить, но у него был джаггерсет. Блин, надо их дискорд звать. Алё. Я могу сейчас вот прям двоих убить. Давай, брат. А где они именно? Они под скалой, вот где ваш старый дом. Еще один, еще один подо мной, прям под домом. Минус один. Минус два. Минус три. Он один там с ракетой. Слышишь? Я троих убил. Понял. Один остался. Убил его. С ракетами убил. Погнали, 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 погнали. Я с ракетами убил типа. Понял, брат. Я сейчас прыгаю. Прыгайте вниз, пытайтесь слутать. Еще бежит с халашом один. Но тут мои ребята совершили огромную ошибку. Они не убили типа, который находился на крыше. Но я пытался отдефать этот дом как только мог. Еще убил одного. Меня убили. Он тут, внутри. Я закрыл. Я закрыл дверь. Меня разорвали с ракеты. Еще убил одного. Еще убил. Я четверих просто убил там. Жесть. И как бы я ни старался, все равно задефать этот дом не получилось. Их было слишком много. Вот бы туда МЛРСку запустить сейчас. Они бы так отлетели все. Но попытка хорошая была. Какие же они контужены. Это просто жесть. Хорошо, что ребята с деревни не расстраивались и продолжали свое противостояние. Клан Сусу рейдил не только нас. Он рейдил все в округе. И с этим нам нужно было точно что-то делать. Пока я занимался своими делами, ребята, которых зарейдили, решили провернуть гениальный план. Взорвать у них ферму. Ну и Дэвидсу огромное спасибо, что он это записал, потому что тут будет очень жестко. Ты еще ткани, ты еще ткани. Ух ты, е-мое, е-мое. И у них получилось совершить бигьень. Они обворовали у них ферму. А пока они обворовывали Сусу, я воевал с кланом 3-3-7. Субтитры сделал DimaTorzok. Я побежал, спасибо. Лежать. В моем маленьком домике уже было слишком много лута. И складывать его было просто некуда. А еще мой домик спалил клан Сусу, поэтому мне нужно было как можно скорее строить свой топовый бункер. Камни и металла у меня было достаточно, чтобы полностью отстроить свой новый домик. И я уже чувствовал себя хоть в какой-то безопасности. В один прекрасный момент я увидел, как с территории Сусу вылетела корова, где было очень много забитых щеликов с базуками. И было очевидно, что они отправились на рейд. И так как у нас появилось время, мы решили попытаться залететь на их территорию на шарике. Уважаемые господа, пристегнись, пожалуйста, ремнями. Вы парашюты взяли? Десант сейчас будет. Так, это нам надо вот сюда. Сейчас мы пролетим. А потом вот так вот. И все, мы вроде у них на крыше были. Чуваки, мы, наверное, попали. Мы на крыше. А! А! Нет, мы не попали! Бля! О, че? Заводи. Заводи! Ай, не нажимай свою лапку! Он нас привез! Взлетай, падла! Смотрите, сколько у них турелей снизу. Ё-моё! Ё-моё! Она все, она застряла! Все, мы сидим тут. Они, понимаете, меня охереют! Тихо! Выключить факел. Нас тут нет, есть еще. А со стороны? Может, они как-то выключат турели, слышите, и мы это? Говорит, нас тут нет, если чего, там со стороны. Блин, у них много турелей не работают. У них как будто одна турель только работает там слева. Три видно. Вот три внизу, видишь? И тогда, в моей голове появилась идея получше. Изучить базуку и скоростную ракету, и поймать их корову на подлете. Мы примерно знали, с какой стороны они должны были прилететь, и поэтому решили даже построить здесь вышку. Но не простую, а с МВК-бункером, чтобы если они пришли его рейдить, то потратили много ракет. Походу, придется еще камни фармануть. Блин, еще ракетница нужна, чтобы сразу их снести нафиг. Мало ли кто-то... Ну да, сбегай домой, возьми немного МВК. Одну базуку и этот. И все, в принципе, больше ничего не надо. И все остальное время мы начали их ждать. Долго. Очень долго. Пока я на горизонте не увидел дымящуюся коровку. Летят! Я не знаю, что это, но там что-то летит. Там дымится. Они чуть свернули. Правее, правее взяли. До тебя будут идти. Давай я вниз тогда спрыгну пока что. Они снижаются. Попал! На! Минус! Но там никто не выпал, по-моему. И знаете, китайцам это не особо понравилось. Они даже на нас немного обиделись. Ау! Меня убили, я завис нафиг. Еще один, еще один, еще один. Он залутал его. Убей его, убей. Он залутал. Под хатой сидит. Вот, вот, прям снизу. Парни, вы что творите? На! Просто! На! В центр дома. Парни, у меня сразу убили. Патроны, патроны нужны. У кого патроны есть, Лаберда? Убил! Еще, 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 еще. Хороший. Я думал, это свой. У, тут хилок миллион. Наказан. Еще одного убил. Наказан Ези факен сусу бич Они придут к нам, я уверен Да, конечно Вижу, вижу, бежит, бежит, бежит С фонариком, с базукой, с фонариком, с базукой, мужики Верхушка минус, тут уже дерево минус 2 хп Застраивай, застраивайте, застраивайте Уходим Там стенки нет, да? Тут наверх чисто Смотри, смотри, тут сейф есть Тут есть сейф Один фу, дед, один фу, дед Потом Еще одного убил, там бомж Тут дырка в стене, мужики Тут дырка, тут дырка в стене, да Они у шкафа, они у шкафа Убил одного, убил Там калашик живет внутри Ракета залетела Нормально, нормально, нормально Там полгир лежит Убил! Улица! Стою на спалке Ой, тут мясо, жесть Я всех, я четверых убил Меня убили Я валяюсь Я четверых или пятерых убил в топсетах Убей слева, 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 слева У меня тут, у меня тут Много ресов У меня, у меня, у меня, у меня, у меня Я двоих убил Умечка, у меня патронов, у меня патронов нет У тебя есть калаш? Где ты умер? Калаш нужен Калаш нужен, запрыгни наверх Вижу, у меня калаш лутали, брат Они уже тут в ПНВ Ходят, убивают Тут нет оружия больше Все, как было Хоть ничего унести отсюда и не получилось Но мы свою главную миссию выполнили Мы достали этих китайцев И уничтожили их корову Ха-ха-ха Ну это было забавно А потом я пошел заниматься самым любимым занятием Доставать 337 И обворовывать их территорию И уж кого я здесь точно не ожидал увидеть Так это типа в Джаггерсете После я скрафтил лестницы И побежал осматривать все вышки китайцев Ведь там могли быть открыты какие-то двери Что дерево, понял Двери, к сожалению, были все закрыты Но вы просто посмотрите, какой же шикарный вид открывался отсюда И когда мы поняли, что китайцы немного подутихли Мы решили нанести клану Сусу небольшой урон И взорвать их гараж У них печки работают Смотри Мы можем в принципе вот сюда забахать Я уверен, что у них шкаф в этом Ну вот сюда вот прям Давай Пофиг Бахай Работаем Второй верстак, ящики На крыше Хорош Гараж мы застроили Но тут появилась огромная проблема Выйти отсюда было невозможно, потому что нас окружили китайцы Стоп, 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 стоп Я валяюсь Подними Давай, давай, давай Давай, Томпсон Нашел Хорош Понимая, что мы отсюда уже не уйдем Мы потратили все ресурсы На улучшение ненужных стенок Давай Хай колы Ты бункер, бро Открывай 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 дверь Убил Закрывай 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 Я валяюсь Подними Кого же забери Нет, не забирай Нормально Одного полностью убили Мы отбивались как могли Но в один прекрасный момент Они пришли сюда с ракетами Выбегаем Нет, все, готово Я принял себе удар Просто 50 человек пришло рейдить И все это время у клана Сусу плавились печки Они явно к чему-то готовились И знаете к чему? Они хотели найти наш домик Поэтому рейдили все, что находилось рядом с ними А тем временем Пока клан Сусу был занят Мы попытались залететь на клан 3-3-7 И когда на шаре сделать это не получилось Я решил скрафтить лесенки И залезть туда уже проверенным методом Оооо, больно 3-3-7 Скажите пожалуйста Что у вас будет очень много лута для меня Я знаю Турели выключены Так Тысяча дерева Уже окуп Тут дверь открыта сюда а у тут тоже выключена то двери закрыты открыто еще открыто тут гараж к открыто тут все открыто подожди тут чудо есть нет зачем он зашел тут все блин закрыто уже снизу мы можем это дом бахнуть у них за 8 ракет он отлетит может пока свалить отсюда он тянулся тут болт есть подожди кто это такой спит челсбердой увидев у них умный переключатель я сразу же принялся его разбивать потому что он мог врубить турели через телефон а после чтобы не привлекать внимание я свалил с этой территории крафтить ракеты больно одно хп о я могу попить но чтобы скрафтить ракеты их нужно было где-то найти хорошо что один домик из нашей деревни начали рейдить а нифига их взорвали минус млрск и рейдил нас какой-то китаец я появился дома схватил топ сет калаш и побежал пытаться отбивать этот рейд его убил там есть еще один а кто это был нафиг чё за корее сообща но домик моих ребят я полностью восстановил теперь у меня появились ракеты оставалось их только изучить чтобы мы могли зарядить домик 337 наконец-то я сейчас изучу ракету ракету я изучил оставалось дойти всего лишь до разрывного патрона сюда все ракетки можно крафтить как за бабок у меня тут ящик серый до сих пор не плавлены ракет получилось у нас немного но по моим подсчетам этого было достаточно чтобы зарядить тут металлический домик вообще я предлагаю вам выдвигаться уже прям сейчас мы собрались нашей деревней и побежали рейдить тот домик который находился на территории клана 337 все вы готовы нет да да ты тише залазь ты чё на шкребешься там и знаете что действительно было самым сложным для моей команды перелез через этот деревянный забор ребята не свечо в онлайне бегают поэтому надо быстрее это делать и наконец как все мы были в сборе мы начали свой рейд еще одна дверь бах и ты чё так пугаешь добивай 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 последней ракеты пушка вбьет прикинь чужой забирай все что есть и просто сваливаем отсюда они сейчас придут сюда мы можем застроить их через верх застроить это домик у нас не получилось зато мы поимели очень много ресурсов которые нам были нужны тут есть чай да металл все все есть а потом пришел хозяин этого домика я открыл нам ворота у нас есть выход слышишь надо выходить все награбленное мы спрятали в смол стэш и у нас оставалось еще немного ракет которые мы захотели потратить на основную базу 337 когда лазил по окнам я увидел то что у них не было турели на китайской стенке и это означало одно что мы можем ее занять и для этого нам нужно было всего лишь избавиться от колючек все осторожней будь так у них еще один слой компаунда и кроме бы вы можно перепадать или убили у меня есть идея 1 так я у них внутри тут гранаты есть они были действительно подготовлены к тому что их придут рейдить онлайне поэтому ресурсы у них лежали практически в каждой кпп разбив все локеры ничего ценного я у них не нашел они еще поди спавнили что ли все я не понимаю я у них по территории как у себя дома снизу о еще открыта дверь но это прикол а после мы и вовсе нашли слабое место как можно было запрыгнуть к ним на крышу о так это изи у них на крыше было много турелей поэтому мне пришлось заспавниться дома скрафтить скоростные и вернуться к этой же территории мы не знали вернется ли клан 337 поэтому нам нужно было действовать максимально быстро вот это авантюры я понимаю я тут где у них турели вижу правую разбиваю минус 1 чуваки вы нам тут нужны минус на крыше у них было огромное количество ящиков но ничего ценного кроме угля мы там не нашли зато там было очень много тыквы и когда я говорю очень много это означает что ее просто было дофига у сколько тут тыквы ребят а это просто топ крышу мы у них полностью зачистили но нам все равно было интересно что же находится у них снизу ведь там тоже было много ящиков а еще рядом с нами частенько пролетали клановые коровы и это очевидно летали с усу потому что это были их друзья какая надежда была а на крыше мы для них устроили небольшой подарок и раскидали тыковки это было действительно огромная грядка вы просто на это посмотрите собираем урожай мужики забираем урожай а у ушей а я жив у бля чек и ящик нихрена нема вообще нихрена тогда нет смысла взрывать мне кажется но мы все же вернулись сюда со скоростными ракетами и решили пробахать каждую турель ведь эти ящики манили нас очень сильно подожди тут еще есть уралиф где вроде больше не оттурали здесь на такое просто буря еще жив я тоже так тут пусто и на удивление снизу уже был какой-то лут мы даже смогли йонькнуть оттуда много металла о металла много о на вышку как раз и поверьте мне метальчик этот нам пригодился чтобы реализовать наш гениальный плен мы хотели отстроить напротив клана сусу огромную вышку и забайтить их на жесткий рейд вот дом 2 на 2 короче будет ох я уже чувствую запах поджаренной штук а чё не вообще на самом деле можно сюда шкаф воткнуть и пока клан сусу занимался своими делами мы отстраивали самый защищенный кубик который можно было только отстроить я даже принес сюда 600 мвк на 250 мвк хватит на содержание а еще решил поступить максимально хитро и отстроить мост в разные стороны чтобы мы могли бегать и дефаться со всех сторон всего здесь просто смотри мост будет сюда шкаф воткнуть мусора ну чтоб они не догадались пусть реддит кубик мвк что только двери делать примерно 67 . шкаф конечно же в центре я оставлять не собирался потому что они бы сразу его пробахали поэтому мы поступили хитрее и поставили его в мосту все чтобы они не думали что . а потом я начал устраивать вышку в высоту ведь они точно и и должны были видеть со своей базы а потом мы поставили ящики и полностью забили по одной единичке каждый из них чтобы они когда зарядили оценили этот сюрприз все у них три ящика серыми мы уже практически закончили нашу вышку и как назло после нас начал пролетать боевой вертолет можем тоже ее сбить возле нас уже загреть давай это приколу угла их онлайн и подбайте очень пока китайцы занимались вертолетиком я заспавлился дома и взял с собой все самое нужное болтовочки 4x пару турелей и ветряк и добежав до нашей байтовой вышки я сразу начал проводить электричество ведь в нашем домике точно должны были быть турели идеально просто просто идеально провода тянулся он здесь его сюда принес ну а после я поставил заключающий элемент камеру которая бы смотрела на их базу о какой вид прекрасный но впереди началось то ради чего мы с этой деревне собирались вместе мы начали байтить китайцев сторону не 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 где шкаф стоит а другую сторону где аккумулятор вот эту душу открыть а вначале мы решили сделать саморейд и пострелять по нашему домику скоростными ракетами чтобы китайцы пришли к нам сами сбу я бахаю в твое туда не да 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 просто в дверь бахай есть пробить и корову попал надо еще выше стрелять попал взорвал кого-то а еще в нашей команде были только лучшие гренадеры о пошло меня сняли меня сняли а как он тебя убил для строя меня убил для тех кто не понял он просто самоликвидировался одну корову у нас получилось взорвать а вот вторую они решили спрятать чтобы мы ее точно не достали минус тип я попытался ее взорвать но попасть такой дистанции было довольно проблематично на на и они настолько были сумасшедшие что просто стреляли разрывными чтобы разбить наш ветряк давай дестройер уничтожай не бойся мы в тебя верим ты всех победишь давай и в какой-то момент им это настолько надоело что они даже попытались на заштурмовать парни нас пушат кушат ой летят я взорвал да смысл так не надо делать если же они сейчас поймут то что они побеждают этот замес и придут на среде нифига себе там три болтовщика а потом я и вовсе нашел гениальный способ как спрятаться от них чтобы я мог по ним стрелять они по мне нет я поставил себе пиксель на на я сейчас буду просто им лица разбивать попробуйте меня попасть все самые умные думаете а когда наступила ночь мы решили им запустить небольшой подарок в виде качественного фейерверка летят летят ребят у вот они родники и прилетели не такой салют мне нравится они конечно пытались на штурмовать снова и снова но это у них не особо получалось минус я убил калашистов у гири сак май пинес токсик геймер сусу нуб я убежал хорош они пытались нас пушить много раз но у них абсолютно ничего не получалось сделать минус еще один без калаш бежим а а больно на и тогда у них появился новый плен они начали штурмовать нашу вышку мясом офигеть он больно мне дал это рядом было это очень рядом было меня убили джаггер 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 и сколько бы мы их не пытались байтить они все равно нас рейдить не приходили и тогда я решил с ними просто немного поговорить но они были не очень дружелюбно а потом я прибежал к ним снова и они снова меня убили и именно в этот момент в моей голове появился гениальный план собрать все компоненты переработать и купить пару коров но это было еще не все мы стали набирать бомжей на экскурсию под названием сусу айрлайнс и каждый желающий мог посмотреть на китайскую базу вместе с нами кто хочет ко мне кто хочет ко мне садитесь я снизу буду ко мне загружаемся все летим все ребят это 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 сусу айрлайнс скажите привет камеру привет вас ждет долгая поездочка смотрите вас ждет долгая и увлекательная поездочка мы сейчас летим смотрите вокруг очень много домов но это не то мы летим показывать экскурсию по китайской базе надеюсь вы все готовы к этому будет там будет все я надеюсь вы успеете посмотреть потому что скорее всего мы умрем но это поездка того стоит иди ты просто с базуки стреляй 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 стреляяй с базуки стреляяй не вот это вот это концовка это у короче лютый и как бы мы долго их не ждали рейдить они нас не собирались они просто боялись рейдить эту вышку но им явно не понравились наши действия но как они хотели они рейдили всех в округе и кто-то же должен был проучить этих китайцев не правда ли а еще я думаю вы точно бы хотели увидеть что находится в домике 337 поэтому мы накрафтили ракеты на всю серу которая у нас была и отправились в путь а ну мы типа серьезно одеты да на бандиты понял после купили лодку и поплыли прямиком к базе 337 а чё ты себя не приписку поставил 337 типа хотела я ник тут клан или чё я два клана между собой байтю добежав до их территории я увидел то что ворота до сих пор никто не закрыл и это был хороший знак мы перелезли через забор прошли по тому же пути по которому постоянно бегали и на крыше встретили какого-то челика который пытался их обворовать тут бичара сидела чё вот the fuck are you man чечен скамбэг а 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 турели много мы бахнули пару турелей которые нам мешали и начали бурить стенку которая вела куда-то в центр звучит что впереди в а а что теперь на они все задиспавнили не у них все я должен не думаю что я смысл давай вот эту расстреляем как оказалось контр 3-7 как доливал абсолютно все задиспавнили да уж типичные клановые игроки выбраться из этого дома мы уже не могли поэтому я попрощался со своим другом и мы самоликвидировались прощай брат а что по клану сусу вы можете меня спросить они также покинули этот сервер вслед за большими кланами а нашу вышку до сих пор никто не зарейдил я надеюсь вам понравилась данная история и вы поставили свою оценку а еще огромное спасибо хотел бы сказать воришке с ником девиц как оказалось он тоже снимает контент о чем я реально не знал и оказывается он новичок в этой деятельности если что передавайте ему большой привет ссылочку на него я оставлю в описании у него кстати тоже скоро выйдет видос этого вайпа и с этим планом но у него уже была своя история ну и конечно же отдельное спасибо жителям деревни и клану китайцев ведь без них не было бы такого контента обязательно пишите комментарии подписывайтесь на канал ведь впереди вас ждут тоже эпичные истории всем пока а ну Субтитры создавал DimaTorzok